сегодня у нас 13 сентября 2021 год это возле моего дома как раз тут вот здесь вот брат никита жил колесников в этом доме сейчас он на украине вот мы чем мы сегодня занимаемся хотели начать числа 16 копать картошку но вот сегодня игнать тихонович решил что с сегодняшнего дня начнем вот и как у нас дела тут обстоит вот тут сделали такой проем большой я уже на мотоблоке тут проезжал все этому тут тут много было это разросшейся малины малину поукашивал топором где отходил тут выкашивал а я потом уже вот этой своей бензокосилкой прошелся дальше траву вот вот было малина немножко там даже траву все тускасе здесь вот матушка помогает людмила вырывает картошку уже остатки что он вилами подкапывает она вырывает лопаточки деревянной я вот брал вот такую когда пропал картошку брал вот такую специально саперную лопатку острую и хрен корни хрена подкапывал что их так вырывать очень тяжело да и не вырвешь без лопатой так подрезал да и все вон сколько его этого хренового я даже один ролик видел там говорили что колорадский жук боится хрена а мы как раз это опровергаем тут что у нас хреновый огород и колорадского жука полно тоже вначале обрабатывал картошку не было он погибал а потом видимо этот яд прошел действие все опять начал распространяться его только его только глушить надо это надо чем-то таким как рубероидом засыпать полностью чтоб не влаги из говорит он на него такой слой навоза где-то пробился и сейчас растет кустом прям таким да ну навоз то понятно это нам кажется что павел что-то делал сделал что там соломы не на один год еще не получилось это хрен милое поле павла из плена видишь я прохожу вот так вот кругами вот видно что я прошел теперь снова туда иду потому что я пропустил а мальчика меня нагнала и гонки тут не выкопано но на правах видишь как зимок разный, хрен все выщищали я тут жуков собирал даже нынче тяпал и нигде следов нету видишь вот только вак а вот тебя там на той стороне там полегче вот оно как смотри ну потому что я пропал часть а сейчас я покажу как там дальше у нас где не пропал а то я уже пропал буквально несколько дней назад решил прополоть думаю эту и вот выкопало сейчас хорошо а вот тут все заросшее нашим хреном конечно можно было бы что-то на нем сделать из него но у нас не до этого сейчас сейчас вот надежда осина тут тоже собирает картошечку помогает с божью помощью вот тут он сколько заросшего сорняка давай как ты хрен вырубаешь покажи мне лопатку надо ну а маленькую лопатку возьми большую у нас только бегом шагом никак нельзя ходить вот привез лопатку интересно рубчатые стенки то есть она может как бы подпиливать вот какое дело то ну а сейчас покажи а сейчас то уже копаю о то есть когда я пропалывал тогда удобно покажи так чтобы я увидел� что она зубциками вот он такая лопата ну этим основном вот этими я резю ну да ну и как ты думаешь покажи что думаешь так нет мы сейчас уже копаем это я когда пропалывал о пропалывал а worяfficient а че ты принес сейчас зачем Вы сказали показать? Показать. Ну, понятно. Это я листья убирал. А как ты сейчас там хрен-то добывал? Надежда Васильевна тут мешок, наверное, набрала. Ну, лопатой ковырял. Ковырял просто. Да, он не сделал, он умешает картошку выкопать до конца. И я лопатой раз, подковырял. Ну, вот видишь как. Это у нас тут работы там много еще. Ну, своя работа не в тягость. Показать, как тут. Он тут прям рядом с домом, Володин дом. Белый дом, его баптицы назвали. Действительно белый. А мы как будто не видали, сказать так умно. То есть, считай, на равных. С Байденом там, с Трампом. Вот так. В деревне-то болеть некогда. Сколько раз сегодня Надежда Васильевна уже спина болит. Не могу разогнуться. Я говорю, вот тут и разгибайся. А иначе зима-то спросят. Жевать-то не еще будет. Вот где хрен, тут уже сложнее. Видишь, как вот хрен-то копаешь. Вот он копает. Вот, муха бьет со всей силой. Вот. Все, корешки. А корешки Надежда Васильевна заберет. Да, она и девает, не знаю. Красавец. Ну-ка, как. Это он возгордился тут, сидит. Ну, давай, вырубить. Какую глубину можешь его взять? Чтобы корень был настоящий, на продажу годный. Лопату сломаешь. Вот тут поболеть некогда. Выдумать разные болезни искусственные. Люди паразитируют. И вот Господь допускает, чтобы работали. Видишь, как. Вот, Надежда Васильевна, все. Он лежа, картошку подбарирается. Ну, все спрашивайте. Ей уже 84 года, наверное. Раньше у меня родилась мишка. Мишка. Его надо брать. А вон, смотри. Во. Он уже хороший. Хороший-то хороший. Конечно, хороший. Вот оно, поле какое. Поле. Вот там все хрен. Сплошняком поле. А ты вырви какой-нибудь листик. Покажи на груди и растяни, чтобы видно было. Какой он. Листья вон там, кучу целую. Возьми. Где вот эти? Ну да, с корнем какой-нибудь тут. Они все одинаковые, считай. Ну-ка, поверни у себя. Ну, вот он как. Видишь, какой. Все поле так. Вот так. Ну, что сказать. Пойдем, когда я покажу репей тогда, какой речь. И тут еще вот поле на этой стороне. Я здесь полол. Вырезал под корень. Ни одного листика не оставлял. Да вроде не так и давно было. Поле. Все. А там вон дерево видится. Это дядя Степан жил мой. Его березы. В 66-м году Надежда Васильевна приехал первый раз. Мы познакомились. И я показать ее привез на похороны. Кто в другой. Кучки пропускаю. Потом вернусь. А там картошку. Ну все. Вот она какая была. Танцевала. Дома кусера ходила. Я все. И говорю про это. Я бы в шутку-то. Куда девалась-то? Все. Надо под руки водить. Давай работай. Болезнь любит лежащих. А когда она придет, а мы здесь работаем, она не знает смерть, что с нами делать. То ли взять, то ли оставить. Вот так. Вот так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.